Добрый вечер, друзья! Сегодня будет 28-й урок. Движемся мы хоть и медленно, но верно. Проходим все темы подробно, которые касаются ведения блога, управления и так далее. И наш вебинар, точнее тренинг уже получается таким насыщенным, что это практически уже не просто обучающий курс для новичков, как вести блог или как писать статьи, а это уже практически такое обучающее руководство, полное, пошаговое для всех желающих, кто хочет стать профессиональным блогером. Профессиональным блогером я называю людей, не те, которые просто ведут блог и зарабатывают. Конечно, это больше даже к этому относится, профессиональный блогер. Сейчас мы обратили внимание, что все больше и больше требуются такие специалисты сейчас на рынке труда, требуются такие специалисты, которые бы взяли на себя ведение блога, чужого блога, то есть не своего. И вот мы сейчас больше и больше находим это подтверждение, к нам обращаются люди, сетевики, бизнесмены, ну, неважно, в общем, люди, да, которые заняты каким-то своим делом и понимают, что нужно как бы вести блог, но времени, силы, возможности нет это делать. И они вот каждый раз нас спрашивают, а есть ли такой человек, который бы взял на себя эту ответственность. И мы вот все думали, как назвать вот такую специальность, и, ну, вот, кроме как профессиональный блогер, больше ничего не подходит, потому что, когда мы набираем там менеджер блогов, это не совсем верно. Вот как профессиональный блогер, да, человек, который берет полностью блог на себя, управляет им, грамотно технически его обслуживает, грамотно публикует статьи и грамотно их распространяет, привлекая аудиторию. Сюда же входит, конечно же, и SEO-оптимизация статей, и оптимизация статей для чтения, чтобы их было понятно и видно, да, читать, публикация разного типа контента, и, конечно же, управление техническое, то есть грамотно уметь управлять им и решать какие-то технические вопросы. Вот, собственно, вот этим мы и занимаемся. И вот тренинг сейчас, как я вижу, по ходу переходит совершенно в новые какие-то рамки, границы, и мы даем такой материал, я даю такой материал, который в итоге может вам пригодиться, если вы захотите приобрести такую профессию. Ну и, конечно же, если у вас просто свой блог, и вы хотите вести его сами, вот так вот грамотно управлять, как настоящий профессиональный блогер, эти, конечно, занятия тоже вам в этом помогут. Друзья мои, перед началом, как всегда, хочу спросить, есть ли кто-то, кто у нас пришел здесь первый раз? Отлично, что вы присоединились, очень рады. Значит, ну, я уже объяснила, да, что это за тренинг, то есть готовим мы практически специалистов, практически профессионалов, профессиональных блогеров, либо вы это ведете для себя, либо будете работать за деньги и вести чей-то блог. Темы разные совершенно мы проводим здесь, есть и очень простые, и очень сложные. Идем по ходу, не ориентируясь на какую-то конкретную аудиторию, с какими-то конкретными знаниями, то есть вы можете только начать вести блог, либо уже каким-то продвинутым пользователем, и каждый находит здесь на лекциях что-то свое, даже в самых простых уроках я стараюсь дать что-то такое, чего даже не новички находят новым и интересным и полезным. Вот, идем мы, как вы, если представляете, веб-блог, да, в WordPress админку, административную панель, с левой стороны у нас есть меню, консоль, записи и так далее. Вот мы как начали сверху, так вот и идем вниз. Ну, пока мы на записях все остаемся, и сейчас рассматриваем публикацию разных типов контента. Мы уже прошли, как публиковать текст, как публиковать ссылки, как в редакторе делать HTML исправления, стили делать, такие дополнительные были у нас занятия. Также мы прошли уже вот видео, как публиковать видео с YouTube, как публиковать видео с Vimeo или загруженное на хостинг. В общем, с разных сторон это видео рассмотрели, и сегодня мы будем дальше двигаться, да, мы посмотрим, как установить вообще оригинальный плеер, совершенно такой, которого нет ни на YouTube, ни в WordPress, вот, и как это сделать с помощью сервиса U-Pod. Вот, и изначально этот тренинг был, мы планировали его для пользователей шаблона B-Inspiration. Если вы не знаете, что такое шаблон B-Inspiration, это такой конструктор, который позволяет профессионально и самостоятельно создать и настроить бизнес-блог, то есть без привлечения каких-то специалистов, без сложных манипуляций, дорогостоящих, либо время затратных, когда куча плагинов, несовместимости и прочее, прочее, все это, в общем, в шаблоне было решены, все эти проблемы, да, все встроено, даже новичок берет этот шаблон и настраивает профессионально блок по видеоинструкциям. Блог оптимизирован, блок соединен с социальными сетями, отлично работает, смотрится профессионально, еще и плюс меняется внешний вид, легко и просто. Вот, изначально вот для наших пользователей шаблона B-Inspiration, но потом мы решили, что не будем закрывать такую возможность для всех желающих, вот, потому что, ну, на самом деле такая грамотность и техническая, и она востребована, и пока сегодня эти занятия бесплатны, пока идем, все идет красиво. Итак, сегодня у нас 28-й урок уже, если вы не смотрели предыдущие занятия, зайдите на сайт vptraining.ru, там все записи предыдущих занятий, вы можете их скачать, посмотреть и потренироваться, также задать вопросы, если что-то непонятно. Итак, сегодня 28-й урок, еще раз повторю, мы поговорим о плеере U-Pod, такой сервис, и если мы поговорим об установке, настройке, использовании этого видеоплеера. Итак, мы рассмотрим сегодня какие-то вопросы. Что такое U-Pod, регистрация в сервисе в самом, чем отличается платная от бесплатного аккаунта, установка и настройка плеера, выбор загрузка стиля и вставка видео с помощью U-Pod. Итак, ну что, все, готовы? Поехали! Итак, что такое U-Pod? U-Pod это сервис, бесплатный, бесплатный сервис для установки видео, видео плеера, оригинального видео плеера. Они уже существуют давно, и, ну, я, по крайней мере, с ними знакома уже года 3, наверное, даже, наверное, 4. Вот, начинали они с простого плеера, но сервис постоянно улучшается, обновляется, включается новый функционал. Ну, в общем, они здорово вообще развиваются, мне они очень нравятся на рынке, мы, по крайней мере, на русском, они, можно сказать, самые лучшие. И положительное качество то, что это бесплатный, бесплатный сервис U-Pod. То есть каждый желающий может скачать там плеер готовый, взять стили и установить себе, например, на блок WordPress, либо вообще на какую-то веб-страницу, неважно, да. Мы сегодня будем говорить именно о WordPress, да, ну и вообще на тренинге мы говорим о WordPress, но это не ограничено только WordPress, да, то есть если вы хотите пойти дальше, вы можете на каких-то своих продающих страницах также интегрировать этот плеер. У них очень хорошая документация есть, все, в принципе, понятно, как это делается, вы можете это все посмотреть. Сегодня мы посмотрим, как это все на WordPress устанавливается. Ну, из преимуществ, да, что такое U-Pod, ну, ссылочка есть, да, U-Pod.ru. Это бесплатный конструктор видео и аудио плееров. Кстати, не только аудио, можно еще там сделать даже фотографии, слайд-шоу, но сегодня мы будем говорить только о видео. Когда будут уроки по аудио плеерам, я тоже расскажу, как это сделать с помощью U-Pod. Дальше. Два в одном. У них есть Flash и HTML5 плееры. Ну, Flash нам давно уже всем известный, да, он немножко сейчас уходит на второй план, приходит HTML5, но он тоже не совсем совершенный, поэтому как бы используем два. Flash, как вы знаете, да, открывается браузер и часто запрашивает, если у вас в браузере нет утилиты, вот Flash плеера, да, то есть плагина, то он просит загрузить. Это одно из, ну, таких отрицательных качеств именно Flash, что требуются какие-то дополнительные плагины для браузера. HTML5 этого не требует, но не все браузеры отображают HTML5. Но он развивается, и я думаю, что все-таки HTML5 выйдет, займет лидирующие позиции и в итоге как бы сместит Flash. Ну, пока мы используем оба. Дальше. Большое количество готовых интересных видео и аудиоплееров, то есть уже готовые, а не бесплатные. Возможность создавать плейлисты. Дальше. Возможность создавать свой собственный оригинальный плеер. Это в платном аккаунте, это как раз то, что отличает платное от бесплатного аккаунта. Я как-то тестировала платный аккаунт и делала свой собственный плеер. На самом деле, очень такая интересная там, забавная штука, и стоит, кстати, он недорого. Можно помесячно платить и протестировать, допустим, один месяц поиграться. Зайти туда в сервис, нажать на кнопку «Создать свой плеер», и, в общем, там такая программка классная, там можно загружать свои картинки, как бы делать свой внешний вид этого плеера, цвет. Ну, там много, в общем, всяких возможностей. Можете поиграться, если интересно. Но это только в платном аккаунте. Дальше. Интеграция с WordPress есть. То есть у них есть плагин, они сделали, но он, конечно же, не очень совершенный. И вот мы сегодня будем все это дело устанавливать, и вы поймете, что там очень много, на самом деле, есть работы, которые нужно сделать вручную. То есть у них нет такого, что там в административной панели настройки, и зашел, там все прописал. Нужно все это делать в кодах, то есть редактировать код. Ну, на самом деле, не очень сложно. Дальше. Отличная у них подробная документация. Вот. В принципе, можно разобраться, если не совсем новичок. Вот. В форум поддержки есть, можно задавать там вопросы. Ну, и постоянное развитие и улучшения. То есть то, что мне нравится у них, это ребята не сдаются и двигаются дальше. Давайте посмотрим, как это все выглядит. Вот. Вот такая у них страничка. Это вот страница контактная информация. У них, значит, есть разделы собрать плеер, документация, приложение. То есть то, что там скины стилей, да, и форум. Можно здесь все это дело посмотреть. Вот. И, ну, для примера покажу, какие у них есть разные варианты. На самом деле у них плееров очень много. Вы можете выбрать любой абсолютно, который вам нравится, загрузить и установить. То есть вот я примеры привожу, видите, они совершенно разные. Хорошо. Ну что ж, давайте для начала зарегистрируемся, да. Как зарегистрируется в сервисе Юпот? То есть он бесплатный, но там нужна регистрация. Она очень простая. Когда заходите на сайт upot.ru, с правой стороны наверху будет ссылка «Регистрация». Нажимаем на эту ссылку, и у нас открывается страничка с полями. Поле «Логин», поле «Ваш e-mail» и поле «Пароль». Все. Три поля. В первом поле прописываем логин латинскими буквами. И наверху, с правой стороны от поля, посмотрите, там есть ссылочка «Проверить». Обязательно на нее нажмите, чтобы проверить, свободно ли это имя, да, этот логин. Логин вы будете использовать, когда будете заходить в этот сервис под своим логином и паролем. То есть он должен быть свободным. Когда вы нажимаете на ссылочку «Проверить», с левой стороны появляется логин «Свободен». Либо красным будет написано «Не свободен». Вы что-то можете попробовать другой, добавить цифры, буквы дополнительные и так далее. Дальше ваш e-mail прописываете и пишете пароль. Далее ставим галочку «Принимаю пользовательское соглашение» и нажимаете «Готово». Все. В общем-то, регистрация простая. Дальше вы попадаете на U-Pod. И первое, что нужно сделать, нам нужно скачать все необходимые файлы. Все необходимые файлы для нашего плеера. Итак, первое, что мы сделаем, это скачать плееры Flash и HTML. Ну, на самом деле можно только Flash. Я уже сказала, да, что HTML там не совсем у них какой-то доработанный, он еще в бета-версии. Но мы сделаем все, да. Мы установим оба эти плеера и в дальнейшем, я думаю, что у ребят будет развитие, и вы всегда сможете потом заменить файл и, может быть, вообще они Flash отменят, я не знаю. Ну, пока сделаем два. Итак, после того, как вы зарегистрировались, вы попадаете вот на такую страничку, где будет написано видео, аудио, фото, и с правой стороны, с правой стороны будет ссылочка «Скачать плеер и номер». Вот на сегодняшний момент у них номер 1.8.0. Это вот последняя свежая версия. Если вы будете делать это когда-то позже или будете смотреть записи, будет другой номер, то не пугайтесь, это вот как бы развитие, да, они цифры добавляют к новым версиям. Итак, нажимаем на эту ссылку, и скачивание начнется. Вы скачаете файл, точнее нет, вы попадете на страничку, вот. Скачивания не будет, потому что у нас несколько. Плееров HTML и Flash. Вы попадаете на страничку PlayerUpod, и здесь у нас первое, первый Flash Player, смотрите, Flash, он с расширением SWF. Вот посмотрите, под фразой PlayerUpod, дальше идет черным выделено Upod.SWF, и кнопка «Скачать», большая кнопка, да, вот первая. Это Flash Player. Флэш-плеер, нажимаете на кнопку «Скачать», и вам скачивается файл Upod.SWF. Дальше мы скачиваем второй тоже файл, HTML5, да, называется файл Upod.JS. Нажимаем «Скачать», и у нас скачивается второй файл. Дальше, следующим шагом мы скачиваем плагин, плагин WordPress, который нам специально подготовил, сделали сами Upod. Сейчас у меня подгрузится. Итак, скачать плагин Upod. Для этого переходим в раздел «Документация», «Помощь». «Документация», «Помощь». Здесь у них, кстати, на самом деле навигация немножко запутанная, поэтому прописываю четко, да, где все, где что найти. Итак, «Документация», «Помощь». Дальше вы попадаете в раздел «Помощь», где много-много разных статей. С левой стороны выбираем раздел «Интеграция». «Интеграция», да, запомните, да, что это интеграция с WordPress. Дальше он вас перекидывает на нижнюю часть этой же страницы в раздел «Интеграция». И здесь у нас есть разные варианты, то есть они делали плагины и для Юкос, и для Джумла, ну и для прочих систем управления контентом, в том числе и для WordPress. Вот вторая строчка сверху «WordPress». Нажимаем на эту ссылку, то есть переходим в раздел «WordPress», на страницу WordPress. Так, дальше на странице WordPress вы сразу же увидите большую кнопку «Скачать», «Плагин», и в скобочках стоит «В», версия такая-то, да, на сегодняшний день 1.9. Нажимаем на эту кнопку, и начинается скачивание третьего файла, третьего файла, то есть первый мы скачали Flash Player, это расширение SWF, второй файл это Player HTML5 с расширением JS, и третий файл это плагин, это будет плагин с расширением PHP, upod.php. Сейчас мы еще все посмотрим файлы. Итак, третий этап, то есть мы скачали Player, скачали плагин, третий этап, нужно скачать скины, то есть стили плеера. Делаем это сразу, объясню почему. Можно это сделать и после, да, потом уже подгрузить все это дело, но мы, я для того, чтобы сделать немножко проще процесс установки, я покажу, как все это одним скобом просто загрузить к себе на хостинг. Итак, для того, чтобы подобрать скины, то есть стили, да, они называют это скины, необходимо перейти в раздел приложения, скины, в меню выбираем приложение, скины. Дальше попадаем на страницу, где у нас высвечиваются все плееры. Ну, с левой стороны, чтобы у нас сортировка была, выбираем видео, с левой стороны меню у нас вертикальное подать, по популярности, видео и так далее. Выбираем видео, чтобы у нас только видео плееры отобразились. Дальше листаем страницу, там их будет очень много, несколько прямо страниц. Выбираем то, что нравится, какие плееры нравятся, да, они все разные. Вот, и тот внешний вид, который вам нравится, нажимаем с левой стороны, с правой стороны кнопку сохранить. И здесь важный момент, вот всем кажется, что сохранить нажали, и все, вроде бы сохранили. На самом деле, здесь такая маленькая хитрость есть. Когда вы нажали сохранить, над плеером с левой стороны, посмотрите, вот над плеером мелким шрифтом написано, сохранить скин, и две кнопки, сохранить отмена. Вот если не нажать сохранить, то он не сохранится. Не знаю, зачем они так все это мелко сделали. Ну вот, ну, ну вот так, да. В общем, нажимаете два раза сохранить. Первый раз на красную кнопку, вторую слева над плеером сохранить. Обратите еще внимание, если вы устанавливаете данный плеер на шаблон об Inspiration, то в шаблоне у нас полезное поле для контента, да, где мы пишем статьи. Оно где-то 660 пикселей, 640-660 пикселей. Поэтому плеер нам подходит 640 на 360. Посмотрите, под плеером у нас есть информация о плеере. Ну вот написано Vimeo 16 на 9, это размер видео, и 640 на 360, это размер плеера. Ну это стандартный на самом деле размер, поэтому вот берете его. Какие-то более маленькие, ну смотрите, по желанию, да, если вы хотите меньше размер, то, пожалуйста, больше лучше не надо, потому что он будет за рамки выходить. Вот, 640 на 360 нормально. Так, все, сохранили. На самом деле вы можете выбрать несколько плееров. Я покажу вам, как подключить несколько, не один стиль, а несколько, и использовать на своем блоге сразу несколько стилей. Такое тоже возможно. Поэтому полистайте вот эту страничку, сохраните те стили, которые вам нравятся. Вот, после того, как вы все выбрали, все замечательно, теперь нам нужно скачать эти стили. Для этого переходим в меню, в раздел «Собрать плеер», то есть в меню, опять же, да, у нас горизонтальное меню, «Собрать плеер» в этот раздел. Переходим, и здесь мы попадаем, вот видим три блока – видео, аудио и фото. Ну, сегодня мы работаем именно с видео. Нажимаем на иконку «Видео», и у нас выпадает серая панелька, которая внизу – «Стили», «Файлы», «Плейлисты». Выбираем «Стили», и у нас отображаются все стили, все скины, которые мы сохранили. То есть, видите, я выбрала 4 стиля, все сохранила, и они у меня все здесь отобразили. Для того, чтобы скачать скин, необходимо нажать на название. То есть, видите, у меня «Новый год», «Новый год», «Вимео», «Коуп», да, то есть нажимаем на название, и у нас появляется сразу 5 ссылок – «Редактировать», «Переименовать», «Копировать», «Удалить» и «Скачать». Ну, вот «Редактировать» как раз, кстати, вот это и позволяется при платном аккаунте. То есть, вот вам нравится, например, плеер, все в нем хорошо, но вот чего-то не хватает, что-то вы хотите добавить свое. Тогда вот можно перейти на платный аккаунт, и вот тот самый плеер, который вам нравится, нажать на «Редактировать», и вам откроется программка, где вы можете добавить все, что вам захочется. Но это для особо, на самом деле, любопытных. Я думаю, выбрать из того, что есть, возможно, там очень много плееров. Вот. Так, значит, нажимаем на название. Обратите внимание еще раз, да, размер 640-360, 640-360. Либо запомните вот размер плеера, который вы скачиваете, либо где-нибудь запишите, либо запомните, где он находится, размер, да, где вы можете подсмотреть, потому что нам в дальнейшем понадобится размер, и мы будем прописывать в файле, когда будем редактировать плагин. Итак, нажимаем «Скачать» на пятую ссылку. Начнется скачивание. Итак, мы сделаем для всех стилей, если вы хотите все стили установить. Ну, сильно там не злоупотребляйте, да, 1, 2, 3, ну, максимум 3, потому что, ну, понятно, да, что они все будут грузиться, и чем больше вы там всяких ссылок поставите для загрузки, тем будет как бы дольше грузиться ваш сайт. Для какие-то миллисекунды, но все равно. Не злоупотребляйте сильно. Вот, ну, нажимаем «Скачать», скачиваете все, что вам, все стили, которые нужны, и дальше смотрим, что у нас получилось. Итак, скаченные файлы U-POD. Скаченные файлы. У нас получается три основных файла и стиль. Итак, смотрим. U-POD-0.5.0.24.js – это плеер HTML. Ну, к этому файлу, они, видите, добавили номер. На самом деле вы можете его переименовать. Ничего страшного. Наоборот, даже еще, ну, я оставила, как есть, чтобы было именно так, как вы будете это делать. Вы можете переименовать. Оставить только U-POD.js. У них по умолчанию идет вот с номером. Тире 0.5.24.js. Это плеер HTML5. Дальше. Второй файл. U-POD.php – это плагин U-POD для WordPress. Плагин. Дальше. U-POD.swf – это Flash Player. Он основной. Это он будет работать на самом деле. И дальше вот у меня, посмотрите, идут текстовые файлы. Видео 222-625, 626, 127, 128, TXT. Это стили. То есть вот я скачала все стили. Они под разными номерами, да, оригинальными. Вы тоже можете их переименовать на самом деле. Так, идем дальше. Вот. Теперь что нам нужно сделать? Нам необходимо создать своего рода плагин. То есть, смотрите, я немножко упрощаю задачу. По инструкции у них, значит, как требуется. Загрузить через хостинг плагин, потом какую-то папку на хостинге открыть, загрузить все файлы. Ну, в общем, на самом деле это не очень все просто. Я упрощаю. Значит, в чем идет упрощение? Мы сейчас из этих всех файлов сделаем один плагин. Как это сделать? Создаем у себя на компьютере папку U-POD. Вы можете назвать ее, как хотите. Главное, чтобы английскими буквами. Латиницей, да? U-POD. Далее в эту папку перемещаем все скачанные файлы. То есть, HTML5, флеер, плагин, PHP, да? SWF, это флеш-плеер. И необходимые стили. Все в эту папочку складываем. И второй шаг, теперь эту папку нужно заархивировать. То есть, сделать из нее архив zip. Обязательно zip, только zip формат, потому что WordPress принимает и распаковывает только в формате zip. Итак, второй шаг, после того, как вы создали архив zip из папки U-POD, Дальше идем в админку блога, в раздел плагины, добавить новый. Далее нажимаем на кнопку загрузить плагин. То есть, мы практически устанавливаем плагин через админку, да? Не влазя на хостинг. Нажимаем загрузить плагин. Далее, как обычно, нажимаем на кнопку выберите файл. Выбираете, соответственно, архив U-POD.zip. И нажимаете установить. То есть, все как обычно, да? Дальше нажимаем активировать плагин. И все, у нас плагин устроен. Теперь нам необходимо настроить, внести соответствующие изменения в этот плагин. Это вот то, что я говорила в самом начале, да? Он у них вроде бы как сделан, но административных настроек нету. Нужно редактировать код этого плагина, этого файла. Для этого переходим в раздел плагины. Редактор. Сейчас откроется страничка. Итак, переходим в раздел плагины. Редактор. Дальше. С правой стороны у нас есть выпадающий список с нашими плагинами, которые установлены у вас на блоге. Список называется выберите плагин для изменения. Под цифркой 2 смотрим, да? Выбираем из списка плагин U-POD. Да, он называется у нас U-POD. И нажимаем на кнопку выбрать. Дальше посмотрите. С правой стороны у нас высветились все наши файлы. Ну, кроме SWF, да? Потому что его невозможно редактировать просто вот так визуально. Нужна специальная программа. Поэтому он здесь не высвечивается. Но смотрите, у нас высветился файл U-POD.PHP. Это основной файл плагина. Высветился JS-файл. Это, еще раз напомню, да? Видео-плеер HTML5. И стили высветились. Но они нам не нужны. Самый главный файл это U-POD.PHP. Он сразу же в редакторе и откроется. Вот в поле, где вы видите сейчас код. Это как раз файл U-POD.PHP. Вот нам нужно его сейчас отредактировать. Нам необходимо в него прописать ссылки на плееры и на стили. Делается это очень просто. Главное очень-очень все сделать внимательно. Мы сейчас подробненько это все посмотрим. Итак, давайте посмотрим, что внутри этого кода. Вот то, что выделено красным, здесь нужно внести соответствующие изменения. Итак, смотрим. Первые две строчки. Первые две строчки. Сюда прописываются пути к плеерам. Дальше два блока ниже. Это пути и размеры плеера. Стили, точнее, к стилям и их, соответственно, размеры. Да, вот эти вот три блока мы сейчас и будем менять. Итак, давайте еще подробно-подробно все это посмотрим, чтобы не было никаких ошибочек. Итак, в конечном итоге, в конечном результате должно получиться следующее. Посмотрите, первая строчка у нас содержит ссылку на файл флэш плеера. Вторая строчка содержит ссылку на плеер HTML5. Дальше, ниже, красным подчеркнуто, это ссылка на стиль первый и размеры. Во втором блоке прописаны ссылки на стиль второй. Так, на стиль второй. Сейчас посмотрим подробненько, как, что мы здесь меняем. Итак, подробно я разбираю это только по одной причине. Потому что дело в том, что это PHP файл, да, и любая здесь ошибка на самом деле, любая, вы чуть-чуть вот неправильно что-то сделали, удалили нечаянно какую-нибудь закорючку, да, покажешься небажной, да, в итоге у вас плагин деактивируется и перестанет работать. Это будет ошибка PHP, в итоге у вас ничего не получится. Поэтому здесь очень важно аккуратненько не удалить ничего лишнего, добавить только ссылки. Итак, смотрите, что мы здесь делаем. Давайте вот прям по строчкам читать, что мы здесь видим. Первая строчка, читаем, переменная, это вот знак доллара, upod, подчеркивание, settings, квадратных скобках, upod.swf, квадратная скобка закрывается, равно, и открывается одинарная кавычка. Вот посмотрите, между одинарными кавычками необходимо прописать ссылку на Flash Player. На Flash Player. Между одинарными кавычками. Еще раз повторю, если кавычка одинарная случайно будет удалена, плагин деактивируется и работать не будет. Это будет как бы неправильный код, и все как бы выдаст ошибку. Он автоматически деактивируется, плагин, и ничего не получится. Поэтому очень внимательно. Между одинарными кавычками. Посмотрите, идет ссылка, одинарная кавычка закрывается, и в конце идет точка с запятой. Это тоже важная составляющая, да? Закрывающая одинарная кавычка и точка с запятой. Обязательно. Дальше. Во второй строчке мы пишем то же самое, да? upod settings, квадратная скобка, upod.js. Здесь подсказочка есть, да? Здесь прописываем ссылку на HTML5 Player. Итак, давайте посмотрим на саму ссылку. Посмотрите на саму ссылку. Что она из себя представляет? Вот чуть ниже я привожу цветные, да? В цветном виде эту ссылку. Итак, равно, одинарная кавычка, и дальше идет. Кстати, обратите внимание, между равно, одинарной кавычкой и ссылкой никаких пробелов. То есть все должно быть слитно. Равно, одинарная кавычка, и дальше идет ссылка. Никакого пустого места. Итак, смотрите, http.2.2 slash anfisabreus.ru. Вот это, anfisabreus.ru, да? Вместо этого домена вы должны прописать свой, свой домен, да? Своё название блога. Дальше остается все так же, как у меня написано. Slash vp-content slash plugins slash upod slash и название файла. Если вы переименовывали файл, то назовите его так, как он у вас называется. Ну, разрешение обязательно, расширение ставки SWA, да, обязательно должно быть. Дальше, это Flash Player и HTML5 Player то же самое. Заменяем доменное имя, вместо anfisabreus.ru, пишите своё доменное имя, и дальше путь к файлу. vp-content, plugins, upod и так далее. Значит, смотрите, мы уже на прошлых занятиях это подробно проходили, но еще раз, да, напомню, как вообще у нас ссылочка берется. У нас все плагины хранятся в папке vp-content, plugins на хостинге. То есть, когда мы их загружаем через админку логины, то они автоматически попадают в папку plugins на хостинге. И вторая папка, upod, вы помните, да, мы создали папку и положили все наши файлы в эту папку. Вот как раз она и есть, да, то есть она раскрылась, и в этой папке у нас находятся, соответственно, файлы. Поэтому вот такой вот путь. Если вы все сделаете то же самое, что по этой инструкции, то у вас получится вот один к одному. Единственное, что название файлов, да, не забудьте. Если вы их поменяли, то напишите свои названия. Итак, надеюсь, это понятно, да, немножко сложновато, но я думаю, что вы справитесь. Главное, аккуратненько ничего не удаляя того, что там есть. Просто прописать ссылки, и все аккуратненько. Дальше. Второй момент. Что нам нужно в этом файле также заменить? Второе, что нам нужно прописать, это ссылки и размеры нашего плеера. Итак, спускаемся чуть ниже в этом же файле, и там вот будет написано видео, и здесь делаем то же самое. Смотрите, значит, у нас строчка U-POD, квадратная скобка видео, квадратная скобка style, равно, и внутри одинарных кавычек прописываем ссылку на наш стиль, на стиль. Во второй строчке прописываем то же самое, один в один, что для плеера Flash, что для плеера HTML5, точно такой же стиль. Дальше идут две строчки, где нужно прописать ширину и высоту. Ну, здесь понятно, да, U-POD, видео, width, это ширина, а вторая строчка U-POD, видео, height, это высота. Прописываем те значения, которые вы видели в стилях, когда мы их скачивали, да, 640 ширина и 360 высота данного плеера. Итак, смотрим еще раз на эту же, точно такая же, да, ссылочка. Еще раз напомню, что после равно, одинарная кавычка, ссылка, никаких пробелов, да, все слитно пишется. Кавычка обязательно одинарная и прямая, никаких ажурных, там, я не знаю, красивых и прочее, только одинарная кавычка. Заменить здесь нужно, опять же, домен, то есть вы видите ссылочку, да, ну, вместо антисабреус подставляете свою, и в конце название файла, если вы его переименовали, оно у вас будет, безусловно, другое, оно оригинальное скачивается, поэтому вот смотрите внимательно, что вы скачали, как называется стиль, да, либо его переименуйте, чтобы вам было удобнее. Вот, ну, я беру в точности, как вот я скачала, да, видео 222-625.txt. Итак, что делать, если я хочу подключить два стиля, или даже три, например, да, необходимо скопировать эти четыре строчки, то есть you put video style, you put video style HTML5, you put video width, ширина, и you put video height, скопировать эти четыре строчки и чуть ниже вставить их, да. Здесь необходимо заменить, посмотрите, синим квадратом, прямоугольником выделено, всего лишь одно нужно заменить. Если вы подключаете второй стиль, то у вас нужно после слова style поставить двоечку без пробела, style 2, style 2, width 2, height 2, то есть добавить двоечку к этим словам без пробела, да, слитно. И прописать, соответственно, все данные. Опять же, ссылку, но здесь уже посмотрите, другой стиль, в первом случае у меня 625, во втором 626. И, ну, соответственно, размеры, да, прописываем. Если вы хотите сделать третий стиль, напишите в чате, что мы будем делать, если вы хотите третий стиль. Хотите три файла подключить, что нужно сделать, чтобы подключить третий файл. Напишите своими словами, как вы поняли сейчас, что нужно сделать, чтобы у вас это не забылось. Итак, мы подключаем третий стиль, третий файл, третий внешний вид. Про запас. Что нужно сделать? Просто своими словами напишите, что вы делаете, да. Копировать все и вставить ниже. И еще что нужно сделать? Поставить цифру 3 без пробела. Так, снова копируем 4 строчки, ставим цифру 3, меняем в конце. Отлично. Ирина, молодцы. Евгений, молодцы. Ну, в общем-то, поняли, да? Еще раз повторю. Копируем 4 строчки, чуть ниже вставляем эти 4 строчки и прописываем к слову style, width и height следующую цифру. То есть первый у нас будет без всяких цифр, второй будет с цифрой 2, третий будет с цифрой 3, без пробела. Правильно там все отметили, да? Без пробела. Молодцы. Ну, вот не просто поставить, да, 3, не просто, а именно скопировать эти 4 строчки, продублировать их, да, и изменить. То есть у нас будет первый стиль, второй стиль и третий стиль. Разные стили. Это важно. То есть не просто поменять цифрку у второго, да, а именно скопировать это все и вставить. Молодцы, хорошо, все поняли. Замечательно. Идем дальше. Итак, вставка видео с плеером U-Pod. Все, мы установили, настроили, теперь вставляем видео. Все как обычно. Заходим в записи, добавить новую, ну, либо редактировать старую, здесь неважно, да. Заходим, добавить новую, пишем заголовок, дальше в редакторе переходим в режим текст и дальше пишем следующее. Квадратная скобка, U-Pod, это короткий код плеера, да, U-Pod, пробел, видео, равно, двойная прямая кавычка, пишем ссылку на видео, закрывающая прямая кавычка и закрывающая квадратная скобка. Это самый простой, как бы, способ, да, то есть квадратная скобка, U-Pod, пробел, видео и так далее. Все, вот этого достаточно. Как загрузить видео, это на прошлых мы занятиях проходили, поэтому я подробно сегодня не буду объяснять. Посмотрите предыдущее видео, если вы не помните. Итак, давайте подробнее посмотрим, что можно еще добавить к этому шот-коду, к этому короткому коду. Итак, еще подробнее посмотрим, да, квадратная скобка, U-Pod, это, собственно, сам короткий код, шот-код, да. Дальше пробел видео равно и в прямых скобках, двойных кавычках идет ссылка, обязательно в конце закрывающая прямая скобка. Что еще можно добавить? Значит, смотрите, какие здесь параметры есть. Видео – это ссылка на видео, мы здесь уже это видим. Дальше коммент, комментарий, название, то есть мы можем прописать название нашего видео, правда не все плееры это отображают, вы это увидите дальше. Далее, постер – это ссылка на картинку заставки, то есть миниатюра, пока видео еще не включено, не работает, будет отображаться произвольная картинка. Дальше, type – это номер стиля, номер стиля, да, то есть то, что мы прописывали. Если этого параметра нет, то будет отображаться первый стиль. Если мы прописываем номер, например, 2, то будет отображаться второй стиль. Помните, вот мы цифры, вот то, что мы сейчас проходили, да, цифры писали. Вот это как раз и есть. Теперь посмотрим, давайте, внизу, следующая у нас строчка как раз со всеми параметрами. Итак, квадратная скобка, юпот, пробел, видео, равно, в скобках, в кавычках прямых, ссылка на видео, дальше пробел, коммент, равно, прямые скобки, прямые кавычки, название видео, далее, пробел постера, равно, прямые кавычки, ссылка на картинку, пробел, type, равно, без кавычек, цифру ставим. Если, еще раз повторю, если мы type не пишем, то будет по умолчанию использоваться первый стиль, который у нас без цифр идет, да, 2, 3 и так далее, которые вот вы подключили, будет указываться номер. Вот таким вот образом прописывается. Давайте подробнее посмотрим, как это в реальности происходит. Итак, ставим плеер с обычным стилем, то есть мы не указываем, никакой стиль будет по умолчанию первый. И видео, посмотрите, с YouTube. Это я не упомянула, на самом деле вы можете использовать с этим плеером видео с YouTube, видео с Vimeo, если хотите, и видео со своего хостинга. Пишется оно точно так же. Квадратная скобка, YouTube, пробел, видео, равно, и ссылка на видео. Скобка закрывается, квадратная обязательно в конце. И вот посмотрите, это видео с YouTube, а выглядит оно совершенно по-другому. То есть другой плеер будет отображать видео с YouTube. Дальше давайте посмотрим со всеми параметрами теперь. Плеер со стилем номер 3, видео с нашего хостинга, то есть это видео загружено через медиафайлы с админки. Далее с миниатюрой, с произвольной, да, и с названием комментарий. Итак, читаем еще раз. Квадратная скобка, Upod, пробел, видео, равно, далее ссылка, закрывающая кавычка, пробел, comment, равно, вставка видео с плеером, Upod, второй стиль. Далее, постер, равно, ссылка идет далее на картинку, и type, равно 3. Type, равно 3. Посмотрите, где название, видите, наверху отображается. Вот не все плееры на самом деле, не все разработчики плееров включают это название, поэтому если в плеере не предусмотрено название, то у вас вот этот вот параметр comment не будет отображаться, даже если вы его напишите, да, то есть если разработчик не включил название, то его не будет. Так, ну что, у меня сегодня, на сегодня все, давайте немножко тогда закрепим материал, викторины, такие, несколько острых моментов еще раз пройдем, напомним, и на этом, думаю, уже будет все. Тема как вам? Сложно? Показалось. Оцените, не знаю, давайте от 1 до 10, насколько сложно. Понятно? Справитесь? Если будет необходимость поставить такой плеер. Лучше от 1 до 3. Давайте от 1 до 3, насколько это было сложно или просто. Просто единицу, не очень, средняя, двоечку, троечку, может быть сложно. Средний, нормально, девятка, это, наверное, сложно или просто. Отлично. Два. Средний. Хорошо. Ну, понятно, да? На самом деле, это все нужно просто, просто попробовать. Да, просто попробовать. Дело в том, что когда вот так вот на скриншотах показывается, это все равно, знаете, как на пианино учиться играть на нарисованной клавиатуре. Да, вот это крайне сложно. Ты не слышишь ни звука, не понимаешь, как это все откликается. Поэтому нужно, конечно же, все просто попробовать. Зайти и протестировать. Лучше всего, конечно, на каком-нибудь тестовом блоге, не на реальном, да, чтобы ничего там не попортить. Вот, нужно просто, да, действительно, или вы правы взять и сделать. Ну, потренируйтесь, да, потренируйтесь, чтобы не бояться всего этого. Итак, что у нас с викториной? Итак, что нужно прописать в строчках, выделенных красным? Ссылки на плееры, ссылки на стили, размеры плеера. Ставим ту цифру, которую считаете правильной. Ссылки на плееры, ссылка на стили или размеры плеера. Что нужно прописать в строчках, которые выделены на скриншоте красным? Подсказочки прямо у нас в самих этих строчках написаны. Валентина, замечательно. Молодцы. Хорошо, да, то есть первая строчка у нас нужно прописать ссылку на флеш-плеер, который заканчивается точкой SWF. Вторая строчка это HTML5-плеер, который заканчивается точка JS. Молодцы. Идем дальше. Так, что здесь нужно прописать? Ссылки на плееры, ссылки на стили, размеры плеера. Поставьте ту цифру, которую считаете правильным ответом. Молодцы. Молодцы. Молодцы, да. Да, здесь, ну, здесь подсказки, да, тоже видите. YouPod, Video Style. Style это стиль. Вот, соответственно, вот посмотрите, вот здесь прямо, как оно есть, да, вот это то, как вы скачаете этот файл и как он будет выглядеть. Посмотрите, знак доллара, YouPod, квадратная скобка, одинарная кавычка, видео, одинарная кавычка, квадратная скобка, опять квадратная скобка, Style, равно и одинарной кавычки, да, после равно одинарной кавычки. Вот между ними нужно поставить ссылочку. Вот между ними, не удаляя ни одну из одинарных кавычек и обязательно точка запятой в конце. Вот. Так, идем дальше. Так, вы хотите подключить еще один стиль в ваши действия. Ну, это мы уже закрепили. Давайте вот здесь посмотрите, что здесь нужно доделать. То есть, здесь уже включен второй стиль, что здесь нужно доделать. Посмотрите, что здесь нужно исправить, чтобы подключился второй стиль. напишите просто своими словами, подскажу здесь два момента. Нужно сделать. Вообще, вот такие вот вещи важно тоже. смотрите, на самом деле вам не нужно быть программистом, не нужно изучать PHP, ну, не дай бог, это все на самом деле не нужно. Но вы, как администратор блога, как владелец, желательно уметь читать код, уметь его понимать, уметь понимать, что здесь написано, и вот если возможная какая-то ошибка есть, то эту ошибку найти. Пусть там, конечно, не в сложном коде, да, но то, что вы хотя бы редактируете, вы должны понимать, что вы делаете. Поэтому вот я привожу такие примеры, может покажется изначально сложно, но это опять же практика. Вот, что нужно сделать? Так, читаю. Так, цифру 2 дописать, поставить 2, скопировать, поставить 2. Хорошо. А что еще? Вот еще нужно что-то сделать. Посмотрите внимательно в коде, что здесь еще нужно изменить. Татьяна, молодец. То есть смотрите, Татьяна правильно ответила, да, здесь нужно поменять название файла стилей, потому что у нас, смотрите, у нас один и тот же файл, ну мы скопировали, да, и вставили, получилось у нас и то, и то одинаковое. Даже если мы поставим двоечки, плеер-то будет один и тот же, да, то есть нужно поменять название плеера обязательно. Он может у вас быть в таком виде, может вы переименуете будет какое-то другое название, главное используйте латиницу и цифру, но ни в коем случае там не русские буквы, да, иначе работать не будет. Отлично, молодцы, да, все заметили. То есть изменить еще название плеера. Хорошо. Отлично, у нас немножко с запозданием идет звук, я вижу, что еще отвечаете. Молодцы, идем дальше. Хорошо. Вы хотите отобразить плеер со стилем 2. Какой параметр вы будете использовать? Параметры уже во вставке, да. Comment, Poster, Type. Поставьте ту цифру, которую считаете верной. Помните, да, что пишем Type, равно и без кавычек цифру ставим, да, соответствующую. Молодцы, да, правильно, 3. Ответ правильный 3. Молодцы, идем дальше. Итак, смотрите, ну, здесь уже такие вопросы, которые мы, на самом деле, еще не разбирали, но это так, на внимательности просто надо подумать, да. Посмотрите, вместо плеера появилась надпись «Для плеера требуется установить флэш-плеер». Что не так? Просто напишите ваше предположение, что может быть не так? Что сделано не так? Тоже такие вопросы я задаю специально, чтобы, когда вы администрируете блок, чтобы вы не боялись подобных ошибок, а думали, да, прежде всего, и пытались логически понять, где искать ошибку, да, что исправлять, а не суетились, не бегали, и, в общем, не пугались, да, прежде всего. Итак, подумаем, да, появилась ошибка, плеера нет, то есть мы сделали все вроде бы правильно, вставили в статью видео, открываем страницу, а там вместо видео написано, для плеера требуется установить флэш-плеер. Предполагаем, что не так, что, куда нужно идти, чтобы что-то исправить. Что здесь не так? Сразу подскажу, что все-таки и выбираем из того, что мы делали, ничего нового, но из того, что уже сделали. Так, вот прописать плеер, поставить обозначение плеера флв, сохранить два раза, флэш-плееры не прописан путь. Еще предположения. Сейчас я прокомментирую, но давайте еще кто-то ответит, какие есть варианты. Как вы думаете? Не бойтесь отвечать, на самом деле, нужно просто, вот действительно, просто подумать. Чаще решение, оно гораздо проще, чем кажется. Давайте я скажу, как я размышляю, когда подобные ошибки происходят. Первое, что я проверяю, конечно же, это то, что я меняла. То есть, по идее, все должно быть правильно, потом я влезла в код, чего-то там сделала, и у меня не работает. То есть, первое, что я делаю, это я захожу в файл, который я меняла, и смотрю, что там не так. В самом уже вот этом вот сообщении есть подсказка, для плеера требуется установить флеш-плеер. Уже есть подсказка, да, нету флеш-плеера, он его не видит, то есть, он не подгружается. Что это значит? Это значит, что что-то сделано не так в файле, который мы редактировали, в строчке, где прописан флеш-плеер. Логично, да? То есть, раз он не видит флеш-плеер, значит, в том файле, где мы его прописывали, что-то не так. И это что-то может быть совершенно разным. Либо, это может быть неправильно прописан путь, это может быть неправильно прописано название, это может быть даже, как Григорий правильно говорит, кавычки, но вы их сразу заметите, потому что у вас деактивируется плагин. Но, да, действительно, если у вас и кавычки там неправильно поставили, или еще что-то, у вас он деактивировался плагин, и вы увидите вот эту строчку. Да? Поэтому вот, Дина, правильный ответ, Григорий в флеш-плеере не прописан путь. Правильный ответ, да. То есть, нужно зайти снова в файл в редакторе плагинов, и посмотреть, что не так со строчкой вставки ссылки. Вот, да. Так, идем дальше. Вот тоже интересная ошибка. Я уже не раз про нее упоминала, теперь посмотрим. Итак, после редактирования файла плагина upod.php, вот этот файл, да, куда мы вставляли ссылки, в редакторе возникла такая ошибка. Итак, что здесь написано? Плагин был деактивирован, потому что ваши изменения привели к фатальной ошибке. Ну, и тут на английском прописана строчка, где вообще ошибка эта допущена. Что не так? Посмотрите, вот внизу скриншот и найдите ошибочку, что случилось, почему плагин был деактивирован. Прочитайте эти строчки и посмотрите, чего здесь не хватает. Что не так? Серж, молодец. Да. Да. Так, еще варианты. Молодцы. Ну, все справились. Какие молодцы? Правильно. Глазастые. Значит, смотрите, действительно у нас нет одинарной кавычки в первой строчке, где у нас заканчивается путь к файлу swf, пропущена одинарная кавычка. Вот на самом деле это касается не только этого плагина. Вообще, когда вы видите, когда вы устанавливаете плагин, или вы что-то там редактировали и сохранили, или какой-то чужой плагин, другой устанавливаете, и возникает вот такая ошибка, это говорит о том, что есть ошибка в файле. Но посмотрите, здесь даже есть подсказка. Вот для особо, для особо интересующихся, да, вот этой темой, вы можете даже открыть файл в каком-нибудь редакторе у себя, да, на компьютере, отыскать этот файл, про который пишет ошибка, да, вот ошибка здесь четко прописана, где, и строчки 13, то есть просчитать строчки, в 13-й строчке посмотреть, что не так. Ну вот, даже так, да, вот вы молодцы заметили. Ну что, по поводу, по поводу нет квадратной скобки в конце, Валентина. Смотрите, значит, квадратная скобка нет, она у нас используется, внимательно нужно смотреть, когда мы вставляем видео уже в запись, да, то есть когда мы в записи устанавливаем видео, там квадратная скобка, U-POD, пробел, и вот мы пишем ссылочку, вот там квадратная скобка обязательно. Здесь мы, в общем-то, квадратную скобку не редактируем, и они здесь у нас все закрыты. Здесь все нормально. Ну что, молодцы, все замечательно, тема такая непростая, но все справились. Потренируйтесь обязательно у себя, попробуйте установить, вот, но на таком, на тестовом блоге, может быть, на поддомене установите, где вы будете экспериментировать, чтобы не напортить ваш блог. Следующее занятие у нас, 29-ое, состоится в понедельник, следующий, 20-го июля, 18.45, как обычно. Мы начинаем новую тему, аудио. Ну, на самом деле, все будет очень похоже, потому что мы подробно прошли видео, вот, и здесь мы рассмотрим хостинги, какие есть для аудио, посмотрим, как публиковать через эти аудио хостинги, так же, как и видео хостинги, да, аудио тоже есть, как публиковать аудио через медиафайлы, ну, и, конечно, викторину. Я еще посмотрю, может быть, какие-то темы мы добавим и разобьем на несколько занятий, но вот тема на ближайшие наши уроки, аудио, да, все, что мы можем про аудио узнать, мы все обсудим, так же, как аудио плейлисты создавать, тоже это возможно делать, вот, и, может, какие-то оригинальные плееры встроенные, тоже их посмотрим. Ну, что ж, на этом, на этом все. По поводу ресурсов, ресурсы. Значит, смотрите, у нас есть ВП-тренинг, это основной ресурс, где выставляются все записи, то есть мы после вебинара выставляем запись на ВП-тренинг.ру и на анфисабреус.ру тоже выставляются записи. Сейчас я вам вышлю. Кто не знает мой блог, заходите и можете тоже там смотреть записи. Дальше. В ВП-вебинар вы уже знаете этот ресурс, через него вы попадаете в эту комнату, также своих партнеров, кто хочет приобрести шаблон обоисперешнинг со скидкой, вы тоже можете направлять на этот ресурс. ВП-вебинар.ру Далее, в ВКонтакте у нас есть группа, где вы можете присоединиться и задавать свои вопросы, общаться. Сейчас я тоже ссылочку вам вышлю. Вот, соответственно, там оповещения я тоже делаю. На всех этих ресурсах, на любом, которым вам удобно, вы можете задавать вопросы по прошедшим вебинарам, а также, как бы, если вам хочется что-то новое, то вы можете также оставить свои пожелания. Мы с удовольствием включим в нашу программу дополнительные уроки. Так, например, кстати, Вимео, точнее ЮПО тоже по желанию был включен. Также вы можете писать что-то, если вы хотите изучить, то напишите на любом из этих ресурсов, чтобы у меня на блоге, либо на ВП-тренинг, свои пожелания, и мы обязательно их включим. Ну что ж, друзья, я рада снова видеть. Комната уже стала такой родной, и ходят почти все уже знакомые лица, все как уже, как семья родные стали. Я вам желаю хорошего, хорошей, плодотворной недели, солнечной, летней, прекрасного настроения, успешного, конечно же, блогинга, и экспериментируйте с блогом, не бойтесь, делайте что-то новое, изучайте тему, и я уверена, вот эти уроки, которые мы здесь проходим, сделают из вас настоящих больших специалистов, профессионалов. Не только в ведении своего блога, но, может, кто, так сказать, захочет стать профессиональным блогером и вести чей-то блог, и зарабатывать на этом деньги. Тема очень актуальная, и вот мы видим, что она востребована. Многие сейчас, как я уже говорила в начале, просят найти таких людей, и вот я думаю, что вот этот тренинг, даже не думаю, а уверена, что этот тренинг, он поможет вам разобраться в таких тонкостях и вопросах. Ну что, друзья, до встречи в следующий понедельник. Хорошего вам недели еще раз. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok